В юбилейный для Новоярославского НПЗ год открылся для посетителей обновленный музей предприятия. Первыми с экспозицией познакомились те, кто год за годом все 55 лет своим трудом писали историю крупнейшего предприятия не только нашего региона, но и страны. Столько знакомых лиц, что Светлане Алексеевне Брянцевой кажется снова 19. И она только перешагнула порог контрольной лаборатории своего родного нефтеперерабатывающего завода. Случилось это в тот памятный 1961 год. Мы оборудовали лабораторию полностью сами. Все и посуду получали, каждую плеточку чистили, делали первые анализы. Еще не было даже телефонной связи. Мы носили результаты анализов на установку пешку, хоть это было близко. И на заводе я отработала 46 лет. Сначала всесоюзная комсомольская стройка, а потом шел отчет до выпуска первой продукции. Тогда завод еще не был таким большим, все только начиналось. Зачастую приходилось учиться прямо на производстве. Владимир Иванович Жохов попал на НПЗ сразу после учебы по распределению и сразу на должность мастера. На него смотрели, равнялись. Он вспоминает, как непросто давалась наладка сложнейшего оборудования. Не было гнева человека, в том числе и начальника цеха, который бы видел нефть, нюхал этот нефть. Мы никто ничего о нефти не знали. Ключи максимум видел на 12. А вдруг теплообменник с ключами на 105. Их и промышленность не выпускала. Срочные эскизы. В тот же день сделали ключи. Не только ударно трудились, учились, но и встречались, влюблялись, создавали семьи, растили детей. Вся жизнь проходила вместе с заводом и с заводчанами. Я пришел на завод после окончания химико-механического техникума 5 апреля 1961 года. И вступил в будущий цех удостоверения на канализации, познакомился с моей будущей супругой там же, в этом цехе. И мы еще передадим эстафету нашим детям. Наша дочь работает в ЦЗЛ сейчас, после ухода у меня из лаборатории. И сын здесь проработал 13 лет. Им всегда есть о чем поговорить, они рады встрече. Десятки лет отданы родному предприятию и коллективу. Было трудно, но каждое воспоминание как что-то светлое, незабываемое. В родном дворце культуры «Нефтяник» собралось несколько поколений тех, кого принято называть ветераны. Они честно трудились, чтобы предприятие росло и развивалось. Чтобы спустя 55 лет гордиться, что слав нефтьяна с пятерки крупнейших предприятий страны.